здравствуйте дорогие подписчики сегодня мы будем делать легкую стрекозку для этого я использую сначала делаю рисунок этих крылышек и из проволоки у меня здесь проволока с памятью но она довольно жесткая можно использовать любую другую толщиной миллиметр затем я беру отрезок трунцала немножко меньше чем сама крылышко чтобы можно было натянуть вот таким образом вот соединяем два конца крыла вместе прошивая немножко закрепляю нитку таким образом вот у нас получается крылышко форма которая держит крылышко и обтянутая трунцала сейчас мы эту конструкцию будем крепить хватило и вышивать крылышки здесь я уже сделала заготовки чтобы показать что я буду делать именно такую крылышко первую пару я сделала верхняя нижняя теперь делаю второе пришиваю по контуру крылышко так как я трунцал натянула поэтому нитка легко проходит между звеньями тронцала аккуратно нужно делать чтобы она не затягивала не перетягивала нитка строго иголку и строго вертикально вверх-вниз и таким образом через два-три миллиметра мы проходим весь контур крылышек пришиваем крылышки квартиру старайтесь чтобы нитка проходила между звеньями так будет аккуратнее я немного пропустила чтобы вам не показывать весь процесс вот я заканчиваю пришивать крылышко она готова теперь пришиваем приклеиваем страз вы можете использовать различные бусинки пайетки все что у вас есть мне просто заказчица сделала сказала чтобы я сделал именно такие крылья поэтому я использую страза и канитель очень красиво смотрится с пайетками если они у вас есть можете использовать их сейчас я отрежу проверим стразовую цепочку кусочек тоже проклеиваю и приклеиваю чтобы она немножко зафиксировалась и теперь пришиваю каждое звено аккуратно нитки я использую здесь японские к о 330 они очень хорошо можно пройти в ушко тоненькой иголочки мне очень нравится с ними работать и цвета нет я использую золотистый под цвет самой канители пришиваем все стразовую цепочку не пропускаете звенья все все должны быть пришиты так цепочку мы пришили теперь пришиваем бусинки и канитель но вы украшаете у меня тут рандели стеклянные можете использовать жемчужинки бисер все что вам нравится любой рисунок любой узор какой вы придумаете я просто показываю весь сам процесс сам принцип то что вы придумаете это будет чисто ваша стрекозка можете не повторять но мне приходится сделать одинаково второе крылышко таким образом пришиваю канитель кусочки канители если хотим достаточно крупные у него ячейки смотрите аккуратно канитель может проскочить и поэтому нужно аккуратно пришивать закрепляем рандели отрезаем необходимые кусочки канители канитель я ножницами рабочими не обрезаю это делаю или чипчик кусачеками или специальными у меня для этого у меня было отдельно ножницы есть чтобы рабочие оставались острыми так проскочила выскочила пришиваем аккуратненько пришиваем ровняем рандели бусинки я пришиваю по два раза чтобы они не крутились сидели как нужно на этих крылышках такой рисунок придумать и такую вышлите ниточка выскакивает так вернем назад последний когда нет еще не последний там у меня еще два кусочка канители пришли поэтому сейчас мы их тоже пришьем таким образом пришиваем все пометели и бусинки остался кусочек маленькие нитки не хочется его менять нить тут осталось пришить буквально два кусочка поэтому нужно куда стараться пришить этим кусочком нитки метель прохожу с двух сторон нитка все время норовит выскочить вот мне нравится эти ниточки кого я потом как-нибудь покажу вам они замечательно легко видеть в иголку они не распушиваются на конце эти ниточки я показывала в мастер-классе с матрешкой там можете посмотреть их катушечки небольшие в них 50 метров намутка хватает достаточно много украшений с ними сделать их можно различного цвета купить обычно я использую капроновые нити и вот эти крыль милу они не илоновые называется пожадничала и отрезала маленький кусок нитки но все в принципе вот готова крылышко теперь я делаю остальные я обычно заполняю все пространство пялец чтобы не использовать лишних один и теперь обрезаю здесь у меня получится две стрекозки и два жука так как заказали у меня две одинаковые стрекозки вот четыре крылышко я вырезала вышила одинаковых жука два у меня будет разных там крылышки немножко другие теперь по контуру обрезаем каждая крылышко аккуратно чтобы не задеть ниточки наши трунцал достаточно легко она обрезается по контуру проходим все лишнее удаляем и вот такие вот у нас крылышки легкие получаются прозрачные круглогубцами подкручиваю хвостики за которые я буду пришивать к основной ткани вырезаем все крылышки так я вырежу сейчас до остальные принципе показывать и буду чтобы не тратить ваше время это все делается одинаково подрезаем если что-то торчит нас не устраивает и подкручиваем делаем петельки которые легко и аккуратно пришивать нашим теме к телу наши крышки вот такие у нас получились крышки теперь будем берем кусочек я вышиваю здесь у меня кашемир он не крошится очень удобно в работе можно на фетре фетры жесткий тоже я люблю работать но здесь уже просто под цвет тела стрекать и я же использую именно этот кусочек пришиваем каждая крылышко верхние и нижние смотрите не перепутайте закрепляем каждую петельку чтобы они не крутились и прочно сидели вот проверяем подшиваем при необходимости смотрим на каком расстоянии пришивать уровня я уже это делаю на глаз но вы приложите стразину которая будет закрывать страз который будет закрывать само тело так это нижние крылышки они поближе садятся друг другу пришиваем крылья цепляются за нитку так вот посмотрели приложили поджимаем немножко чтобы они были не разляписты эти петельки пришиваем верхние крылышки принципе тут не играет роль с каких пар крылышек начать с верхних или с нижних вот у меня за получилось с нижних но это как вам уже удобнее можете начать и с верхних вот уже такие крылышки легкие воздушные получаются пришиваем по петелькам вокруг них крепим всю эту нашу конструкцию проверяем чтобы крышки не сходили одно на другое примеряем я закрываю кусочком ткани хвостики петельки нашим чтобы они были эстетичные виды было легче пришить нам страз не проклеивают и приклеивают нужно прошить пришить как бы по контуру сейчас я это сделаю вместе сразу вот таким образом пришиваю и страз и ткань сначала страз а потом я ниткой цвет ткани пройдусь по контуру чтобы ткань закрыла все все наши конструкции чтобы мне не было видно так крылышки и тельца в принципе готовы сейчас я вот только эту ткань пришью плотнее чтобы она была аккуратна так лишние кусочки мы обрезаем которая выходит который нам не нравится портят вид и и теперь пришиваю аккуратно эту ткань крылышки таки нравятся хватить нитку и удержать ее ну вот цепляясь за них аккуратно пришиваемся по контуру вот тельце стрекозы у нас с крылышками готовы теперь нам надо будет пришить глазки так дальше прошью вокруг бисера один ряд закрою если ткань немножко видно я просто ее закрываю все чтобы не было никаких кусочков ткани видно все должно выглядеть аккуратно и эстетично я пришиваю бисер 4 набираю на иголочку потом прохожу между ними между двумя-две-пять одеваю и 4 на иголку можете пришивать любом удобным способом по одной бисеринке по 2 я привыкла по 4 для данной работы это мне вполне устраивает и затем аккуратно прохожу через протягиваю нить через все пришитые бисерины и подтягиваю ее чтобы они все бегли вот ровненько и аккуратно здесь правда не сливается с фоном их так не видно но вот если брать их немножко светлее то будет заметно неровность для глаз я использую две рандели по 8 миллиметров и между ними разделитель бусин со стразиками нитка в нитку попал бывает так вернем на место глазки вот один глазик бисеринку одеваю через бисеринку этот глаз прохожу вот между двумя глаз соединяю через разделитель его 2 глаз вот таким образом пришиваем глазки и всю эту конструкцию крепим так если этот момент я быстро наверное показываю видео немножко в ускоренном темпе все снять снято чтобы время немножко вам но если в какой-то момент мне понятен вам не пишите в комментариях я вам все объясню и покажу дополнительно если будут вопросы вот пришиваете все ветру закрепляете чтобы глазки тоже сидели аккуратно не двигались вот они такие будут я пришиваю их плотно в туловище чтобы когда буду обрезать контур эти глазки получились не на ткани а свободно чтобы они выделялись так твои руки мои не попали в кадр буду делать вот такие лапки для стрекозки это медная проволока толщиной по 1 и 2 миллиметра у меня 1 2 полтора можете использовать единичку какая у вас есть признаю формируем я делаю только передние эти лапки потому что еще две пары они не будут видны под крылышками буду только цеплять за одежду и в принципе они совершенно не нужны данные стрекозки так взбиваем хорошенько края не запиливаю чтобы не цеплялась у должно быть гладким сначала более крупной шлифуют и потом более мелкой наждачной пилочкой шлифовываем края вот не цепляет все формируем как надо подгибаем вот эту конструкцию легко пришить потом к туловищу она не будет болтаться сейчас мы обрезаем все по контуру глазки посмотрите они получаются не на ткани только с краю пришиты поэтому они как бы в воздухе вот она такая будет легкая воздушная стрекозка лишнее мы убираем подрезаем видите глазки они видны с двух сторон вот они свободны все что мешает нам мы отрезаем только аккуратно не отрежьте вместе с ниткой какой-нибудь крылышко так вот теперь будем пришивать передние лапки и они у нас же единственные аккуратненько пришиваем закрепляем чтобы они не двигались их можно сделать не обязательно с медной проволоки можно сделать спины пины согнуть будет другую конструкцию какой вы из каких материалов у вас под рукой вы можете сделать теперь мы собираем хвостик для одной стрекозки этом хвостик уже собрала сейчас точно такую конструкцию соберу стрекозки у меня одинаковые будут поэтому такой хвостик пришиваем этот хвостик к туловище на конце мы сформировали петельку за которую пришиваем хорошенько тоже крепим чтобы не ходила она немножко может двигаться хвостик но потом когда пришьем брюшко застежкой хвостик будет крепко закреплен немножко движ двигается вот принципе у нас уже готова стрекозка осталось пришить застежку закрепляю всю конструкцию смотрим аккуратно чтобы все детальки если вас что-то не устраивает подправляем потому что потом будет это делать практически невозможно когда мы пришнем брюшко все устанавливаем на одном месте проверяем такая булавочка как раз по размеру из картона я вырезаю основу на которой будет крепится застежка великого то подвязали вот как раз будет хорошо булавочку лучше взять поменьше все таки пришиваем я приклеиваю и пришиваю булавку картона некоторые просто приклеивают некоторые даже и картонник не крепят картону но мне нравится все делать более прочную конструкцию чтобы ничего потом не оторвалась и отклеилась максимальная степень защиты клей и нитки сейчас осталось кусочек кожи закрыть вырезаем по контуру у меня здесь очень сложно обрисовать контур обычно я рисую прорисовываю здесь это сложно потому что конструкция объемная 3d поэтому сначала методом примерки вот я делаю нужного размера и нужной формы так прорезаем небольшие отверстия через которые будем продевать очень маленькая деталь поэтому все довольно сложно это проделать но возможно что наши руки только не делали так значит соединяем продеваем булавочку если не идет подрезаем короче таким образом хватит отверстия мы должны продеть всю эту конструкцию булавочки чтобы закрыть ее сделала такие отверстия мелкие что они леди так вот 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 сейчас все сейчас станет на свои места вот эти подрежем вот теперь вся булавочкой закрыта приклеиваем эту конструкцию брюшку и нам останется только обшить весь этот пирожок спинку и брюшко бисером обшиваясь любым удобным вам способом можно американским и русским каким вы привыкли такими обшиваете мне нравится американским все эти методы обшивки края есть интернете я на нем внимание не заостряю но если будут вопросы спрашивайте с удовольствием отвечу если нужно будет сниму отдельный видео урок мастер-класс по обшивке края но мне кажется каждый мастер это знает обшиваем наш пирожок соединяем детальки по контуру закрепляю чтобы он стоял на одном месте не не шатался так соединяем дальше проходим опять бисером вот он у нас держится уже достаточно прочно потом можете его выгнать в любую сторону какой вам нравится можете оставить хвостик прямым это уже на любителя бисер в данном случае у меня чешский номер 11 внизу он вообще не будет виден поэтому обычно я обшиваю края пятнашечкой японской он более аккуратно смотрится но под крылышками здесь вообще видно ничего не будет вот мы обшили по контуру мне не нравятся места соединения немножко я сейчас их задрапирую гранделями вот оно будет аккуратнее смотреться вот таким образом пришиваем грандельки места соединения крылышек и туловища можно этого не делать но мне как то больше нравится с этими бусинками дополнительно блеск придаст они такие блестящие вы можете и жемчужинки использовать и пайетки все что вам нравится все что вам подскажет фантазия и ваши материалы которые у вас под рукой последние штришки осталось пришить еще одно и наша стрекозка будет готова отправиться в полет а мне надо будет еще вышить одну такую же и тогда они у меня полетят вместе заказчице так вот все готово по моему получилось некая симпатичная нас легкая стрекозка закрепляем если вам нравится мои мастер-классы подписывайтесь буду стараться делать что-то новое в следующий раз буду снимать мастер-класс с Васильком с конструкцией своей поэтому подписывайтесь ставьте лайки если вам нравятся мои видео буду рада видеть вас у себя в гостях на своей страничке в youtube канале и в соц сетях всего хорошего приятного вам просмотра пока пока